Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания, которое проходит по понедельникам в правительстве Республики Башкортостан под председательством Радия Хабирова. И это совещание было необычным. Во многих отношениях давайте по порядку. Во-первых, совещание проходило в другом помещении, совершенно по-другому спланированном, по-другому рассадили людей. Если раньше это было действительно какое-то совещание с таким почти круглым столом, теперь это формат школьного класса, где сидит учитель, и перед ним сидят ученики. Понятное дело, учитель это у нас Радий Фаритович, а ученики это его правительство. Причем рассажены они были, как положено, в школе. Отличники впереди, троечники в середине, а двоечники на галерке. Так что теперь по месту положения персонажей на этой оперативке можно судить о степени фаворности того или иного члена правительства Республики Башкортостан. Конечно, формат очень странный. Прямо скажем, зачем-то была применена новая видеосхема, и съемки были ужасными. Камеры не ловили фокус. Ну, в общем, я надеюсь, это техническая ошибка, которую исправят в ближайшем будущем. Очевидно, что это совещание было посвящено единственной главной теме, а именно окончанию ямочного ремонта в Республике Башкортостан, которое по плану случилось 15 июня. Однако сложилось впечатление, что полк построили для зачитывания расстрельного приговора и зачем-то, видимо, по ошибке сначала зачитали хозяйственную смету малого совнаркома Молдавии. То есть начали проходиться по каким-то совершенно второстепенным вопросам. Всего на оперативке вопросов было 7, включая главной. И вот 6 были абсолютно ни о чем, но тем не менее мы по ним пробежимся. Первый и самый короткий вопрос был об оперативной ситуации в ЖКХ и на дорогах Республики. Три традиционных докладчика, теперь уже Беляев, Махаметьянов и Гумеров, сообщили, что ничего примечательного в этой области не произошло, разве что у нас почему-то отменили 9 авиарейсов и продолжает расти количество людей, выпадающих в окна. На прошедшей неделе их было 11. Вторым вопросом рассматривали вопрос об улучшении наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан. Докладчиком был все тот же Беляев. Он вообще становится восходящей звездой этих оперативок. И он, как я и предсказывал, радует и радует нас своими ляпами и чудовищными ошибками, которые делает в своих докладах. В данном случае господин Беляев рассказал нам, что у нас на 67% только освещена Республика и что он приложит все усилия, потратив все миллиарды на то, чтобы осветить Республику новыми фонарями, что каждый фонарь нам обойдется в 28 тысяч рублей. Я не знаю, много это или мало, но так на первый взгляд, конечно, многовато. И по плану, вот в этом году он должен разместить 23 тысячи светильников, все это он сделает в 1 ноября и так далее, и так далее. Далее господин Беляев перешел к географии родного края. Он нам сообщил, что 17 районов не приступили к работам по улучшению освещения городов и населенных пунктов, а еще в 40 районах эти работы выполнены менее чем на 50%. Если сложить 17 и 40, то получится 57 районов. Уважаемый, дорогой господин Беляев, в Республике Башкортостан 54 района. Как же так? Получается, что у вас в 57 районах из 54 дела идут из рук вон плохо? А еще есть какие-то, в которых, видимо, хорошо. Я все-таки, наверное, буду настаивать на том, чтобы из фондов Республики Башкортостан были выделены деньги на покупку глобуса Башкирии, который должен быть передан в дар господину Беляеву для изучения географии родного края. В свое оправдание господин Беляев, правда, сказал, что он сумел получить заверение глав районов, что работы будут выполнены. Ну, это, конечно, все меняет, безусловно. То есть, если есть заверение, то, наверное, работы по освещению будут выполнены, деньги, безусловно, будут освоены, но географию господину Беляеву все-таки учить нужно. Третьим незначительным вопросом малого совнархоза Молдавии был вопрос об обеспеченности детишек детскими садами и дошкольными учреждениями. Новый, исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин доложил о том, что проблема есть, но он с ней героически борется. Также он сообщил нам, что он получил аж 70 обращений от родителей о том, что у них что-то не так с обеспечением детишек детскими садами. Вдумайтесь, на 4-х миллионную республику Айбулат Хажин получил 70 обращений. Тут, как говорится по Станиславскому, не верю. Ну, в общем, проблема обеспечения детскими садами у нас стоит из года в год, и с десятилетия в десятилетие с ней героически боролся Хамитов. Судя по всему, с ней же будет героически бороться и Хабиров. По завершению доклада господина Хажина о проблемах с детскими садами, Хабиров обратился к Мурзагулову и подробно объяснил ему, что в республике действует система сертификатов возмещения расходов родителей за обучение детей в детских садах. Он так детально-детально объяснил Ростиславу о том, как это все работает. Попросил Ростислава это дело все распространить в средствах массовой информации. В этот момент у меня сложилось впечатление, что они очень давно не виделись. Судя по всему, господин Мурзагулов настолько уже отлучен от той информации, которая проходит внутри правительства, что ему приходится на оперативках подробно, так вот по-детски объяснять, что, знаешь, у нас вот такие дела тут происходят. Ты уж, пожалуйста, там какую-нибудь статейку тисни в своем башинфоруме или еще где-нибудь. Но вообще выглядело это, конечно, ужасно смешно. Тренд на усиление сбора денег с населения в Башкирии наметился в работе Хабирова с первых дней его прихода в республику. И вот мы в четвертом докладе на этой оперативке узнали о новой методике и, значит, новом способе. Господин Полставалов рассказал о том, что он рекордным образом увеличит поступление в казну и в бюджет республики Башкортостан денег, выявляя некадострированные объекты, земельные участки, недвижимость и так далее, внося их в единую государственную адресную систему и тем самым увеличивая налогооблагаемую базу в республике. Господин Полставалов сообщил, что он планирует собрать дополнительные 600 миллионов рублей с собственников и арендаторов всевозможных объектов недвижимости в республике Башкортостан, что в разы превышает планируемые показатели, например, наших соседей. Потому что в Ульяновской области эта реформа должна принести всего 11 миллионов в казну, а в Пермской 200, а вот в Башкирии 600. Так что трепещите, собственники и арендаторы, к вам идет господин Полставалов. Пятый вопрос малого совнаркома был уж совсем не про Башкирию. Обожаемый мною Владимир Иванович Спеля доложил о том, что в Башкирии запущен пилотный проект федерального масштаба, а именно внедрение единой информационной системы ЗАГС, которая, оказывается, учтет все гражданские состояния людей, и, значит, рождение, браки, разводы и смерти, сведет это в единую систему и будет всем очень удобно этим пользоваться и так далее. Я, честно говоря, из всего этого доклада сделал для себя неожиданный вывод о том, что я вообще-то давно предполагал, что у нас такая система существует, что и вообще-то в 21 веке гражданское состояние людей учитывается в компьютерах, а не на втором бумажном экземпляре, который хранится в вечном архиве. Шестым вопросом оперативки был и вовсе ненужный, на мой взгляд, вопрос. И вот почему. Докладывал господин Фазарахманов вот такой доклад. О подготовке, внимание, подготовке к реализации федеральной государственной программы комплексное развитие сельских территорий до 2025 года. Первым же делом смутила вот эта формировка доклад о подготовке. Ну хорошо, ладно, готовиться надо. Заранее готовиться вообще хорошо. Быть готовым к чему-то великолепно. Но, как выяснилось из доклада Фазарахманова, вот эта грандиозная программа, которая будет работать во всей России и которой обойдется, внимание, в 2,2 триллиона рублей, стартует уже через неделю. И подготовку Фазарахманов ведет следующим образом. Он пожаловался Ради Фаридовичу на то, что районные города вообще как-то не подали там заявки. До 24 числа осталась всего неделя. Вы уж, пожалуйста, Ради Фаридовичу там всем ата-та сделайте, пускай они мне тут заявки пришлют. Понимая, как устроено в Башкирии освоение федеральных денег, понимая, насколько в Башкирии администрации и чиновники разучились составлять вот эти планы, заявки и разучились получать федеральные деньги, что-то мне подсказывает, что нифига господин Фазарахманов из этих 2 триллионов не получит. Хабиров, честно говоря, даже как-то так немножко испугался этого доклада и стал говорить, ну, я понимаю, вы же, наверное, готовились раньше к этому, да? То есть для него это тоже какая-то такая внезапная новость была. Вы же, наверное, уже готовы, так он с надеждой, так вот. Он вообще, Фазарахманов, для него нечто такое абсолютно такое субъективное, такое потустороннее, все вот это сельское хозяйство. Он старается его как-то одобрить побыстрее и закрыть эту страницу. Фазарахманов, конечно, так очень неопределенно сказал, ну, да, там дадут, не дадут. В общем, вот этого доклада точно не должно было быть на оперативке. Ну и, как говорится, хочется, не хочется, перед смертью не надышишься. Дальше пришлось обсудить и самый главный, седьмой, он же последний вопрос о завершении ямочного ремонта в республике Башкортостан. Докладчиков было двое. Первым был Беляев Борис Владимирович, вторым Мухаммедьянов. Доклад Беляева, как обычно, блистал краткостью и понятностью. Беляев сообщил, что к 15 июня ликвидировано 100% ям во дворах. Внимание, 100% ям во дворах. Далее Беляев сообщил, что он удовлетворил 50% заявок дорожного эксперта. А также, ну, уже так, философствуя в оконцовочке своего краткого доклада, сообщил, что произошло, внимание, цитирую, снятие основного вопроса по ямам во дворах. На этом господин Беляев свой доклад закончил. Ну, безусловно, подобными формулировками и реляциями ограничиться было нельзя. И основной удар пришелся, конечно, на Тимура Рафисовича Мухаммедьянова. Тимур Рафисович стойкий боец, закаленный во всех этих вот перипетиях, значит, всевозможных сражениях с Киреевым, да и, собственно, с самим Хабировым. Его просто так не возьмешь, даже если докладывать практически не о чем. Начал он бодренько и сообщил, что за истекший период, имеется в виду, видимо, сезон вот этого ямочного ремонта, ему удалось отремонтировать вместо 500 тысяч 592 тысячи ям. Что составляет 110% плана? План перевыполнили Уфа, Агидель, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекамск и некоторые районы. Значит, но дальнейшая работа по ремонту ям будет продолжена. Тут, конечно, некоторое такое логическое противоречие возникло. Ну, если вы уж на 110% там перевыполнили план, то вам, наверное, ремонтировать-то уж нечего. Ну, в общем, дальше Тимур Рафисович сел на любимого конька. Он сообщил нам, что, оказывается, вот этот вот дорожный эксперт, знаменитая программа, которую мы с ним лично, кстати говоря, там тестировали на улицах Уфы, не стоит на месте. И Тимур Рафисович уже готов внедрить дорожный эксперт 2.0. Далее Тимур Рафисович, чтобы не дать вздохнуть, передохнуть или задать вопросов, продемонстрировал ошеломленной публике видеоролик, в котором показывались все прелести и нововведения этого нового программного продукта. Это вам и новый дизайн. Это и авторизация через соцсети, это повышение быстродействия, это и определение исполнителя работ, это возможность приема заявок по другим темам, что расширяет функционал дорожного эксперта практически до бесконечности. В общем, конечно, Тимур Рафисович немножко запыхался. Ошеломленные зрители, уставившись на экран, смотрели этот ролик. Кстати говоря, расположение камеры было настолько неудачным, что сидящие в зале напоминали действительно каких-то двоечников, которым показывают что-то такое интересное. Они так время от времени заинтересованы, особенно Сидякин так тянул шею, смотрел в экран. Ужасный ракурс. Ну так вот, дальше Тимур Рафисович сообщил, что 41% гигантского дорожного фонда, целых 9 миллиардов рублей, переориентированы на ремонт дорог. И еще мосты он будет ремонтировать. Более тысячи километров дорог он отремонтирует в ближайшем светлом будущем, то есть до которого буквально рукой подать. И на этом Тимур Рафисович, конечно, уже выдохся и дальше говорить уже не мог. Или не о чем было, я не знаю. Перешли, как говорится, к дебатам. Прежде чем же выписать дискуссию, которая последовала за докладом Мухаммедьянова, было бы полезно откатиться на пару дней назад и вспомнить о том, что понимая всю катастрофичность ситуации с ремонтом дорог, Хабиров за два дня до вот этой вот исторической оперативки опубликовал в соцсетях свой доклад о том, что в Башкирии дороги отремонтированы на 80%. Вообще никто не просил его, не спрашивал, но, видимо, точило вот это вот ожидание вот этого 15 июня. Он понимал, что надо как-то выходить из ситуации. Как известно, если не можешь как бы изменить или повлиять на ситуацию, надо ее возглавить. Хабиров принял, в принципе, верное тактическое решение. Он решил возглавить критиков Мухаммедьянова и Беляева. То есть он перебежал из правительства на сторону, значит, народа. И сделал грозное лицо. Вот это его сообщение о 80% готовности дорог в республике Башкортостан, конечно, вызвало бурю возмущений в соцсетях. Очень многие перепостили это все с издевательскими комментариями и всевозможными, значит, пояснениями. И именно эту историю Хабиров взял как главную, как свой главный козырь в обсуждении со своими подчиненными итогов их работы. Но начал Хабиров издалека. Он спросил Мухаммедьянова, «А как жители могут узнать, где вот вы собираетесь ремонтировать дороги?» Мухаммедьянов традиционно так, значит, отмазался. Ну, у нас там на сайте Минтранса имеется там какая-то суперсложная схема, таблица там, которую фиг найдешь. Хабиров сказал, нет, это неправильно, надо перенести эту информацию на муниципальные сайты, пускай люди знают, где у них будут ремонтироваться дороги в светлом будущем. И тут Хабирова понесло. Он сообщил в очередной раз, что ремонт дорог – это вам не просто ремонт дорог, это политическая задача. И ничто так не отравляет жизнь автовладельцев и вообще жителей, как ямы на дорогах. «Я вот вчера опубликовал небольшой пост, цитирую я Хабирова, «И такого шквала негодования, недовольства от жителей я давно не получал». Ну, как сказать, на самом деле. Далее цитирую Хабирова. «Я очень трезво отношусь к тому, что пишут жители, но тем не менее вы должны со мной разделить это негодование». Впоследствии в этой дискуссии он трижды или четырежды сообщил своим подчиненным, что он очень трезво относится к тому, что пишут ему в интернете. В переводе это означает, что он не придает этому никакому особого значения, но тем не менее вынужден разделить вот это негодование со своими товарищами по правительству. Далее Хабиров перешел к цитатам. Он сообщил, что жители поселка Иглино констатируют разрушение главной улицы поселка от начала и до конца. Далее Хабиров процитировал, видимо, сообщение кого-то из пользователей. По Комсомольской давно ездили, может, хватит уши заливать. Дальше он рассказал про ужасную ситуацию с дорогами в городе Октябрьском. И снова начал переводить стрелки. Я дал жителям информацию, речь идет о вот этих 80%, по той информации, которую вы мне дали. Все, что есть на моей странице, срочно всем отработать. То есть, вот, уже даже не инцидент. Уже вот просто соцсети Хабирова становятся источником поручений для правительства. То есть, все, что там напишут жители Иглино, видимо, в ближайшее время будет срочно исполнено. Далее Хабиров перешел к обсуждению дорожного эксперта. Это тоже один из его любимых вопросов. Он начал критиковать. Обращаясь, естественно, к Мухаммедьянову. Программа, очевидно, имеет сбои. Надо собраться, все вместе отработать. То есть, вот это опять с общественниками собраться, с какими-то критиками, видимо. Делайте же что-то. И тут Хабиров включил юриста. Вот это было первый раз. Если это не сбой, то это преступление стало угрожать Хабиров. Вы же понимаете, что если вот это не сбой, когда идет путаница отремонтированных, не отремонтированных ям, то кто-то освоил деньги, а это уже преступление. Ну, надо сказать, что Мухаммедьянов не сильно испугался этого предположения. Он, я так понимаю, разбирается в преступлениях в этом дорожном ремонте. И тут не ради Фаритовичу его учить. Хабиров уже, изнемогая в этой дискуссии, спросил, а есть ли вообще какой-то регламент в вашем дорожном эксперте, то есть, какие-то сроки, там, чего-то. Мухаммедьянов сказал, нет, никакого регламента нет, мы же только учимся. Ну, Хабиров так уже попросил, ну, вы уж какой-нибудь там регламент сделайте. Сделайте, говорит, три недели, например, да? А чего не три года, кстати? И объясните гражданам, что мы пока учимся. Ну, в общем, все это вот, все это вместе носило характер того, что они мучительно должны проговорить что-то и побыстрее забыть. То есть, вот сейчас, на данный момент, на самом деле, несмотря на всю вот эту вот киношную, постановочную критику и всю эту дискуссию, Хабиров закрыл вопрос с дорогами. Понимаете, дорогие сограждане, дорогие жители республики Башкортостан, дороги у нас отремонтированы. Вот как хотите, так к этому и относитесь. В конце оперативки было о лаверде от Хабирова. То есть, такая история, которая вообще никакого отношения не имеет к теме докладов, к повестке и так далее. В этот раз Хабиров нам рассказал трогательную историю, как буквально недавно в Шереметьево, видимо, вот в эти праздники, когда тут народ наслаждался салютом и дождем, Хабиров все-таки где-то в другом месте эти праздники проводил. Так вот, Хабиров летел из Шереметьево в Уфу и пошел покушать в такой очень демократичный ресторанчик, называется «Крошка-картошка». Присел там, тут же набежали, значит, люди, стали с ним фотографироваться. Ну, понятное дело, Шереметьево, Хабиров, ну, это же вам не какой-нибудь Элтон Джон прилетел. Но Хабиров отметил, что фотографироваться с ним начали одни гастарбайтеры башкирские. То есть, всякие вахтовики, женщина-официантка из Киргизма и Мияков. И это так тронуло душу Хабирова, что он прямо задумался, надо что-то с этим делать. Вот люди же, смотрите, уезжают из Башкирии работать где-то, где им платят много денег. Его посетила очень хорошая такая светлая мысль. А давайте-ка мы чай с вахтовиками попьем, да расспросим их, что же тянет их из родных краев в эти ужасные вахты. В общем, я так понимаю, это была попытка немножко так смягчить вот эту вот ситуацию с дорогами и вот эту всю вот нелепую разборку. Поручение организовать чаепитие с вахтовиками, конечно, это особенно вставляет вообще. Ну, видимо, сейчас ему наберут таких отборных матерых вахтовиков, отмоют их, значит, отнимут у них вот эти вот баулы, посадят за стол, нальют им в фарфоровые чашки чаю. И они расскажут, как они мечтают вернуться в родной Башкортостан, если там будут им платить по 150-200 тысяч зарплаты. Несмотря на то, что Хабиров пытается закрыть тему ремонта дорог в Уфе и в Башкирии в целом, я вообще с этим не согласен. И сегодня мы проедем по тем улицам, которые мы анонсировали несколько месяцев назад, как улицы контрольные для измерения успеха вот этого ямочного ремонта, проедем и по другим улицам Уфы, а также приложим к сюжету, который мы снимем о дорогах, те фотографии и материалы, которые в огромном количестве нам прислали жители Башкирии в ответ на просьбу, которую мы озвучили в предыдущем выпуске. Люди прислали много интересных фотографий из разных городов и районов Республики Башкортостан. И вот в целом это будет в определенной степени иллюстрировать успех или неуспех Хабирова, Мухаммедьянова, Беляева и примкнувших или отомкнувших от них всяких Киреевых в области ремонта дорог и ямочного ремонта в Республике Башкортостан.